Аллея героев дважды победители. Логичное продолжение целого ансамбля памятников. Площадь Победы сама по себе место историческое. Здесь расположены памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Логично, что и аллея в год памяти и славы продолжит композицию памятного места. Кроме имен наших земляков-героев, в центре аллеи были установлены стенды. На них информация о том, как и чем жил город во время Великой Отечественной войны. Этот комплекс о тех людях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, но и тот, кто ковал победу в тылу. Таких людей на самом деле в нашем городе очень-очень много. И если мы вспомним истории времен Великой Отечественной войны, как жил и развивался наш город, то мы можем вспомнить, что на начало Великой Отечественной войны в городе функционировало семь шахт. В то время наш город считался промышленным центром Кузбасса. И за период Великой Отечественной войны кузбасскими рудниками было выдано 27 миллионов тонн угля. А каждая шестая тонна была выдано кольчугинским рудникам. Кроме шахт в городе работали заводы, эвакуированные из Харькова, Москвы и Новосибирска, которые выпускали продукцию для фронта. Действовали 11 эвакогоспиталей, фельдшерская, акушерская школа, пулеметное училище. За весь период Великой Отечественной войны на предприятиях трудилось свыше 51 тысячи горожан. Героизм, который был проявлен нашими жителями на фронтах Великой Отечественной войны, а также в тылу, является достойным примером для трудовых подвигов горожан сегодняшнего времени, сегодняшнего города. Я думаю, что этот комплекс лишнее тому подтверждение, чтобы наши потомки не забывали. Не только действительно добывали победу на войне в полях сражений, но и здесь, в тылу. Информацию для стендов предоставил городской краеведческий музей. Вот здесь как раз представлены стенды в тот период, когда были эвакуированы заводы. Здесь мы можем видеть фотографии эвакуированного МОЗ-элемента. Здесь мы уже видим этот преобразованный послевоенные годы Кузбасс-элемент, который выпускал продукцию. Это вот батарея для нож, тармиссвязи. Вот эвакуированный завод из Новосибирска. Это электроламповый завод, который выпускал оптические приборы. А получается фотографии, которые изображены, это реальные фотографии, да? Да, да. Здесь фотографии представлены из фонда Краеведческого музея. То есть это действительно фотографии того времени. Также мы можем видеть фоном фотографии города тех времен. То есть здесь стенды, помимо такой вот нагрузки смысловой, еще внесут в себе визуальную такую функцию. То есть действительно можно познакомиться с городом того времени по фотографиям. Это действительно пройтись от истории, от начала до самого конца. Потому что с той стороны тоже есть стенды. И можно проследить, как же развивался наш город во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. И кто-то может найти, да, знакомые лица своих родственников. Да, да, безусловно. Потому что здесь есть герои социалистического труда. Может быть просто кто-то увидит прабабушку или дедушку на фотографии, когда они трудились на заводе. И может быть запросто такое случится. Да, действительно найдутся знакомые лица. Поэтому я думаю, очень будет здорово, если действительно такое случится. Открытие в городе музыкальной школы, драматического театра, кинотеатра – важные и интересные страницы нашей истории. Исторические факты о работе в тылу, о жизни Ленинско-Кузнецкого в годы войны разместились по обе стороны стенда. Я думаю, это будет излюбленное место отдыха горожан. И также будет воспитывать патриотические чувства у молодого поколения. Ну, а мы, музейщики, я думаю, будем проводить здесь много мероприятий, много экскурсий. Реконструкция сквера еще продолжается. Планируется, что все работы будут завершены к середине августа. Мария Силантьева, Александр Иванов, Ленинск ТВ.